В Ташкенте состоялся экспертный форум «Узбекистан-Корея. Взгляд в будущее». Организованный Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан при содействии Университета мировой экономики и дипломатии в партнерстве с секретариатом форума по сотрудничеству Республика Корея и Центральная Азия. В его рамках представители двух стран обсудили достигнутые результаты взаимодействия, а также договорились о новых точках роста и драйверах развития. Основная цель проведения форума — выработка предложений по дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарных сферах. Принимая во внимание, что экспертный форум приурочен к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений двух стран, за это время состоялось 18 саммитов. Кроме того, за последние пять лет встречи лидеров двух стран приобрели регулярный характер. Прошло четыре саммита на высшем уровне, которые придали большую динамику укрепления узбекско-корейских отношений. О высокой динамике свидетельствует и рост показателей двустороннего товарооборота и инвестиций. В период с 2016 по 2019 годы он увеличился в два с половиной раза. Сегодня Ташкент и Сеул продолжают выстраивать взаимовыгодное партнерство, отдавая приоритет укреплению политического диалога как важного условия для расширения межгосударственного взаимодействия. На сегодняшний день Республика Корея установила отношение особого стратегического партнерства только четырьмя государствами. Это Арабские Эмираты, Индия и Индонезия, в том числе и Узбекистан. В целях придания практической направленности Корея заключила соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве и соглашение о свободной торговле. То есть со всеми этими тремя странами эти соглашения есть. В этой связи корейские эксперты предложили подключить аналогичные соглашения с Республикой Узбекистан. Это позволит, во-первых, усилить приток инвестиций, создать дополнительные рабочие места в Узбекистане. Более того, они рассматривают эти соглашения в качестве своего рода такого трамплина или плацдарма для выхода на центрально-азиатский рынок. В рамках форума состоялось три тематических сессии, в ходе которых ведущие специалисты и главы аналитических центров двух стран выступили с докладами. Узбекистан и Корея продолжают поддерживать активный диалог, что способствует еще большему углублению и расширению партнерства. Ташкент и Сеул осуществляют тесное взаимодействие в рамках региональных и международных структур, оказывают взаимную поддержку и инициативам друг друга на международной арене. В вашей стране большое внимание уделяется молодежи. Они проявляют себя очень активно в самых разных сферах, внося достойный вклад в процветание страны. У нас в Корее все немного иначе. Думаю, этот форум – настоящая платформа, благодаря которой мы смогли наметить курс развития дальнейшей совместной работы. В целом, проведение экспертного форума позволило всесторонне оценить достигнутые результаты двустороннего сотрудничества, обсудить текущее состояние и наметить дальнейшие перспективы узбекско-корейских отношений. Субтитры создавал DimaTorzok